всем привет в этом видео я расскажу вам о том что предлагает imax для работы с языком программирования cloja ну на самом деле с одной стороны не так уж мало он предлагает но не так уж много основное основной функционал который мы можем найти для imax находится вот здесь на гитхабе вот видите в этом репозиторий cloja.inx основной поддержкой всего этого кода занимается в общем известный имаксер его зовут божидар батсов он же автор например такого проекта projectile вот значит самое важное конечно здесь это cloja.mod который добавляет поддержку самого языка программирования ну его синтаксиса там подсветку всякую ерунду также еще вот этот проект cider раньше он назывался nrepple но теперь его переименовали в cider возможно это но такое название выбрано слегка для того чтобы быть поближе к названию алкоголя сидр но я как ярый противник всего алкогольного буду переводить это все как cider cider означает cloja ide and apple переименование божидар батсов сделал для того чтобы не было конфуза с проектом nrepple который реализуется исключительно для кложуры а не для imax а а ведь был еще плагин nrepple.el для imax в общем с этими именами полнейшая путаница была поэтому решил переименовать и максовую часть в сайдер проект сайдер сборный здесь находится основная функциональность сайдера еще есть два под плагина сайдер трейсинг и сайдер декомпайл на самом деле м плагинов для кложуры в емаксе очень много но они достаточно разобщены то есть изначально был например swan клоу же который реализовал протокол swan изначально сделан для lisp а потом потом был nrepple к нреплу было еще много разных дополнений например интерактивный дебаггер ритц ну и прочим но я бы сказал наибольшим качеством наибольшей полнотой кода обладает вот именно этот проект сайдер поэтому только про него и будем рассказывать ну и еще одну вещь про дебаггер значит всегда спрашивают особенно начинающих уже программисты если в кложуре дебаггер в различных идее вроде эклипса или например джетбрэнс а дать байкер есть он там встроенный саму и дешку в емаксе теоретически должен работать ритц вот мне ни разу не удалось его заставить работать то есть вероятно качество исходника там невысокая поэтому я вам его использовать не рекомендую и таким образом ответ для и максы дебаггеров кложуры нет ну это вроде как плохая новость а хорошая новость на самом деле в том что вряд ли когда-то он вам понадобится по крайней мере мне за несколько лет программирования на клоу же именно дебаггер как раз и не нужно сми были нужны другие средства отладки но дебаггер не понадобился ни разу ну давайте теперь посмотрим что же такое этот проект cider как и установить установить его очень просто во первых здесь все описывается как это ставится рассказывается где можно взять все способы установки вам я покажу как ставим я ставил я через стандартный пакет менеджер кла журовский вот единственное что я указал там по-моему я дополнительно указывал вот эти вот репозитории для того чтобы получить свежую весь версию сайдер надо понимать что плагин сайдер вот в этом имени появился совсем недавно и возможно разошелся еще не по всем емаксовым репозиториям но вот у меня видите он есть чтобы уж быть до конца точным я вам покажу свой этот макс смотрим там есть репозиторий вот у меня репозиторий который я использую и вот репозиторий в котором который я добавил сам последний в нем есть сайдер то есть вот это он ну в общем достаточно установить вот этот сайдер у вас будет в общем все что нужно для работы с кожурой ну еще естественно вам нужен ленинг вот смотрите какие у меня установлены пакеты я установлены сайдер сайдер декомпайл и сайдер трейсинг сейчас мы пройдемся по каждому из этих пакетов я уже создал ленинг проект вот он специально для этого эпизода он предельно прост вот смотрите вот исходник больше ничего нет это то что там есть это просто тестовый код и так для того чтобы запустить репл при помощи сайдер необходимо выполнить команду links cider джекин немножко он подумает и вот стартует такое вот окошко я его разделю лучше по вертикали смотрите вот этот буфер энрепл я не знаю перемену переименуют его впоследствии или нет но пока что буфер не переименован это обыкновенный репл про жук лажу русский который еще очень хорошо интегрируется вот с этим с этим буфером то есть с кодом на коже ну например я могу взять и откомпилировать любую часть этого кода например став за последней скобкой коже функции я могу набрать известную вам же наверное комбинацию control x control е посмотрите вот здесь буфере сообщений появилось сообщение что в неймспейсе users компилирована функция в 4 ну почему юзер дело в том что то что я выполняю вот здесь все естественно компилируется в буфер с вот сюда с текущим нынспейсом то есть теперь я могу сделать в 4 вот и выполнить эту функцию если мне нужно скомпилировать вообще весь буфер сразу то я должен выполнить комбинацию клавиш control c control к вот посмотрите он выдает последнюю скомпилированную функцию естественно но смысл такой что он имспейс скомпилированную я могу войти в этот нынспейс и выполнить любую функцию если вы случайно выбрали какой-то другой буфер но хотите вернуться назад в он репл то не не обязательно его искать при помощи редактора буферов достаточно выполнить комбинацию control c control z и у вас откроется буфер с реплом ну я бы хотел чтобы он был справа поэтому если у нас в буфере репла очень много кода то мы можем нажать комбинацию control c альт-о и все это очиститься дальше но это естественно мелочи а вот то что действительно пригождается в работе вот смотрите единственное что предупреждаю сразу буфер в котором вы работаете желательно откомпилировать если он не откомпилирован возможно часть из функции сайдера может не работать то есть первое что вы делаете это компилируйте затем например вы хотите посмотреть исходники какой-то глазуровской функции ну например вот у меня есть функция стрелочка то есть мы хотим посмотреть как работает эта функция для этого я нажимаю комбинацию клавиш control c control с вот смотрите появилась здесь полная документация на эту функцию вместе с исходником если я хочу просто посмотреть документацию на эту функцию без исходника я набираю комбинацию control c control d и получаю только документацию аналогичным образом можно посмотреть документацию на функцию java для этого необходимо нажать комбинацию control c control джей здесь у меня нету джавадских функций поэтому ничего показывать но еще самая важная наверное вещь это поиск определение функции например я вижу здесь символы 4 хочу посмотреть определение функции 4 для этого я нажимаю комбинацию клавиш alt . и перепрыгиваю на определение функции для того чтобы вернуться назад и нажимаю alt . ну в общем то вот что предлагает cider ну как я и сказал не очень много но на самом деле во многом этого и достаточно теперь посмотрим еще один пакет который немножко позволяет нам сделать какую-то отладку это пакет cider tracing ну это конечно не настоящий тебаггер но тем не менее к сожалению здесь документации не очень много и самостоятельно разобраться например мне было непросто я прежде прочитал исходник самого плагина только после этого я смог понять что же здесь описано ну что понял то вам расскажу кстати плаги небольшой так что я думаю что я понял вообще все что там написано совсем немного он он посмотрите какой маленький и так для того чтобы задействовать плагин cider tracing ну естественно он должен быть установлен вам еще прежде необходимо добавить его поддержку в project cell g то есть вот смотрите я добавляю вот таким образом об этом написано в документации вот смотрите вот эту строчку необходимо добавить в ваш project cell g у меня уже это все добавлено поэтому все есть так дальше опять же опять же из документации мы видим что вот этот namespace необходимо включить в репли ну что ж подключим его вызываем news и вот этот очень хорошо теперь у нас есть такая функция называется функция сайдер-тоггл-трейс вот смотрите сайдер-тоггл-трейс не обязательно ее вызывать при помощи alt x достаточно набрать комбинацию клавиш control c alt t вот смотрите control c alt t видите он пишет вот здесь трейсинг и вот эту функцию при каждом вызове функции f1 он будет показывать какими аргументами эта функция вызвана и что она возвращает ну например видите он пишет что функция f1 вызвана с аргументом 1 и примерно 14 ну конечно сейчас это нам мало что помогает но зато если у нас много функций используется на ответе я сразу четыре функции использую да я могу отслеживать каждую соответственно сделал control c alt t здесь 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 после этого мы получим гораздо более развернутый трейс вот смотрите оказываешь какую он вызывает функцию каждый раз что она возвращает и в принципе этого может быть иногда и достаточно лично я и сложных ситуациях просто выполняю функцию пошагово то есть выполняю каждый кусочек функции по отдельности тогда мне этого достаточно даже без девайга так ну и последний пакет который я хотел бы показать это пакет сайдер декомпайл вот ну этот пакет написал я когда в общем я изучал common lisp лисповцы очень любили хвастать с тем что можно декомпилировать любую функцию и посмотреть как она устроена вот но я не думаю что от этого есть какая то большая польза от того чтобы увидеть во что компилируется лисповая функция ну вот например функции в книжке летового лямба да автор ее Дук Хойта очень часто показывал трейсы такие ассемблерные мне показалось что будет интересно если у нас в этом пакете сайдер будет какая то похожая функциональность значит смотрите что для этого необходимо у нас есть такой каталог таргет а в нем компилируется класс вот видите здесь вот они все соответственно вот эти вот классы и нужно будет декомпилировать то есть каждая функция компилируется в отдельный класс исходный проект у вас не будет содержать этой директории для того чтобы она появилась вам и еще для того чтобы там были скомпилированы эти функции в файле вашего проекта необходимо добавить вот такую штуку аута для того чтобы компиляция выполнили то есть во время компиляции скомпилировались все функции вообще то есть не только те которые помечены ген классом но вообще все для того чтобы скомпилировать то есть этот проект можно выполнить либо line.jar тогда мы получим либо line.compile вот я сейчас выполню line.compile так скомпилировались проверяем вот смотрите вот эти функции но к сожалению на данном этапе все это делается только вручную ну то бишь компиляция уже когда мы скомпилировали это все можем выполнить декомпиляцию я понимаю плагин еще сыроват но буду со временем его дорабатывать так ну а теперь давайте посмотрим как выполнить декомпиляцию чего-либо например у нас есть функция f4 для того чтобы выполнить декомпиляцию этой функции выполняем команду sider decompile он предлагает вам ввести имя функции которую вы хотите декомпилировать и если вы поставили курсор на эту функцию то он ее и подхватит нажимаем enter для того чтобы все это сработало необходимо чтобы у вас стоял пакет java p мод ну вот смотрите результаты декомпиляции если вы знаете немножко java bytecode то в принципе возможно вам это что-то и пока скажет ну вот эта функция я хочу обратить ваше внимание что поддерживаются и вот такого типа функции как f с вопросиком и f с ватализательным знаком ну например сделаем декомпайл вот этой функцией и вот как видите тоже работает если вы находитесь в каком-то другом namespace в репле например так и например даже вообще не в этом файле например открыт буфер скач и из него вы хотите выполнить декомпиляцию какого-то вообще другого namespace то вы можете выполнить функцию сайдер декомпайл нс фонг здесь вам необходимо будет ввести имя функции и имя namespace вот таким образом например мы берем имя namespace мы берем имя namespace и затем имя какой-нибудь функции например вот так после чего будет выполнена эта компияция ну в общем-то это все что я хотел показать ну как я еще раз говорил в emaxe не так уж много сделано для языка closure но вообще говоря многим этого достаточно в принципе большего и не требуется успехов